привет мои дорогие подписчики и гости канала меня зовут ирина живу я на юго-востоке англии больше 20 лет снимать стало недавно снимаю непрофессионально это мое хобби я никогда не представляюсь потому что я себя не рекламирую канал про англию про то как я ее вижу что вижу своими глазами и я вот снимаю показываю в описании канала есть мое имя вот впервые я представилась если люди задавали раньше вопросы я всегда отвечала и сейчас отвечаю на каждый вопрос ровно год назад мы с вами проходили пешочком по нашей деревне я вам показывала нашу большущую деревню сегодня я решила сделать то же видео в нашей деревне но пошла не по тем местам по которым мы ходили сейчас мы идем около виноградников в моем коротеньком видео я сказала вам на мой взгляд интересную вещь про виноградники что в последнее время их развелось столько много и они появляются все больше и больше не буду превратить конкретные цифры но цифры честно говоря впечатляющие за вот последние допустим пять лет даже меньше за последние три года их очень много появилось причина в том что человек который наследует виноградник с винодельческим производством просто освобождается от налога вот такая вот причина и вот сейчас мы просто пройдемся я вам покажу пару виноградников заходить мы не будем на них может зайдем посмотрим в зависимости как мокро там будет смотрите олени бегают здесь у нас четыре дня шел дождь не переставая поэтому трава вся мокрая лужи везде уже на асфальте я поэтому иду по краешку дороги я вам уже как-то объясняла что по краю дороги вы можете идти и нужно идти навстречу транспорту вот с этой стороны транспорт если будет ехать он будет ехать мне на встречу здорово после дождя небо голубое красиво давайте еще про виноградники вам расскажу не только винодельческие производства освобождаются от уплаты налога на наследство еще и производители сидра то есть если у вас есть яблоневый сад и производите вы сидр получили это все в наследство то вы не платите налог на наследство давайте может перелезем через этот заборчик и я вам еще тут кое-что покажу небольшой такой крюк сделаем я хотела виноградники показать но сейчас вам покажу резервуар который снабжает колчестер это наш городок который рядом с нами мы находимся около него вот этот вот резервуар снабжает его питьевой водой и в последнее время этой воды особенно во время засухи не всегда достаточно поэтому недалеко от него стали рыть еще один резервуар я кстати засняла вот эту стройку как они роют продолжение вот этого резервуара недалеко отсюда но день такой был серый такой некрасивый и представляете стройка там грязь песок я его не монтировала может быть было же интересно будет так вот этого резервуара уже не всегда достаточно особенно в летнее время поэтому строится новый тут всегда очень много лебедей гусей видели утки плавают если вам видно на противоположном берегу там и лебеди и утки но конечно тут плохо видно моя камера маленькая она не приблизится настолько чтобы вы видели птичек кстати в этом водохранилище можно ловить рыбу в основном здесь водится карп давайте глянем посмотрим на вряд ли он конечно будет тут около берега плавать так сразу не видно но я слышала что его здесь очень много но вы вот прийти если вот захотели половить рыбку просто так с удочкой и не можете нужна лицензия нужно покупать ее вот лицензия кстати стоит 190 фунтов на сезон я не рыбалов поэтому не знаю что такое сезон но по-видимому какое-то определенное количество месяца в год до вы можете ловить рыбу потом еще есть там масса нюансов вы не можете ее всю забирать она должна быть определенного размера и вот мне муж мой говорит что иногда вообще ее нельзя забирать а нужно все отпускать поэтому много рыбаков вы тут не встретите это должен быть такой чисто спортивный интерес посидеть половить отпустить ее в моем понимании так если словил нужно съесть но если бы так все делали то рыбы просто бы не было в таких водохранилищах она есть вот кстати когда сюда приехало много восточных европейцев это было пару уже давно много лет назад когда очень много людей приехало из польши из болгарии в таких вот водохранилищах стала исчезать рыба полностью потому что поляки не знали что нельзя ловить рыбу они приходили ловили и съедали поэтому около таких вот водохранилищ вот лет десять назад очень было много надписей на польском языке пожалуйста не ловите здесь рыбу вот именно на польском мои бывшие соседи здесь были немцами из германии и немцы тоже очень любят карп и она постоянно мне жаловалась что никак не может найти карп а потом она нашла где можно покупать его и всегда заказывала так вот для тех кто любит карп и живет в этой стране вы можете его заказать для этого нужно сходить в специальный магазин который называется fishmangos там скорее всего на прилавке карпа вы не найдете но вы можете заказать и вам привезут такую услугу они делают это я знаю от своей немецкой соседки она это дело немцы кстати на рождество любят запекать карпа в фольге либо делают на улице либо дома в духовке делают вот она говорила ну как это так рождество без карпа это даже невозможно это запомнилось очень смотрите какая огромная зеленая и вам практически нет желтых листочков почти декабрь как долго листва держится сюда вы можете приехать на машине и если у вас есть эта лицензия вы можете прямо перепарковаться около этого водохранилища сейчас мы пройдем и я вам покажу вот здесь вот парковка там по моему закрыто все вы не заедете просто так наверно у вас будет какой-нибудь ключик от замочка если у вас есть этот документ что вы купили лицензию давайте глянем да видите забор и только для тех у кого лицензия вот так вот тут информация для тех кто сюда приехал что тут вам можно что нельзя видите вторая парковка с этой стороны с другой стороны дороги тот же резервуар тоже для тех у кого есть лицензия на то чтобы вы могли ловить рыбу и кстати когда приходите сюда на прогулку нельзя сворачивать в лесу нужно идти только по тропинам но я наверное нарушу сейчас правило и подойду к воде никого тут нету удочки у меня тоже нету так что никто меня не может обвинить в том что я тут ловлю рыбу без разрешения эти вот сюда уже эти нельзя потому что тут уже но люди видите протоптали тропинку может быть рыбаки может быть такие как я любопытные поможет и не пойду туда не пойду пойдемте обратно а перед нами видите еще один виноградник смотрите какой там красивый паук фермер всегда ставит тут паука видите с ножками в центре этого паука это сток сена который пластиком замотан вокруг делается это каждый год для детей когда они сюда приходят на хэллоуин такое развлечение вот такую устраивают тут вечеринку я видела кстати приходит много тут детей днем во время хэллоуина мы как-то мимо проходили и все с этим пауком фотографировались давайте мы другой еще посмотрим виноградник к этому подходить не будем тут их много как я сказала они тут кругом везде про виноградники хочу вам еще рассказать с одной стороны это вроде бы как хорошо что виноградники появляются свое вино делается для экономики это хорошо производится свое вино вино кстати вкусное но она намного дороже чем такого же плана французское вино поэтому мы например покупаем французское вино или испанское вино а английское купили может быть только раза два из за того что она вкусная но она намного дороже если покупаете эквиваленту лучше уже купить французское вот так вот так вот про негативную часть появление виноградников здесь то что сейчас исчезают здесь яблоневые рощи черешневые сады я даже не знаю как правильно роща сад черешневый потому что это сейчас не выгодно фермерам производить и это конечно не очень радует жалко конечно что так происходит но и еще вот не только в связи с этим законодательством про налоги еще на это тут влияет и brexit тоже то есть получается после brexit очень много изменений в сельском хозяйстве и очень многие мне говорят вот наверное англичане радуется что вышли из евросоюза я вам скажу на примере своей подружки у которой муж владелец многих полей вокруг где мы живем приблизительно 30 процентов ему принадлежит так вот он очень недоволен что вышли из евросоюза потому что при евросоюзе ему было намного лучше и знаете в чем лучше евросоюз все регулировал и говорил ему что сеять что не сеять когда сеять когда собирать и когда ему говорил евросоюз вот в этом году не засевать такую-то культуру они давали ему компенсацию и вот эта компенсация порой было больше чем он получал когда выращивал какую-то культуру можете себе представить так что многие фермеры были очень сильно заинтересованы в том чтобы остаться в евросоюзе вот сейчас мы с вами направляемся домой такой на круг с вами сделали вокруг виноградников видите как все же тут красиво все зеленое вы знаете после жаркого лета когда у нас было плюс 42 несколько дней сейчас так приятно дышать свежо прохладно но холода честно говоря не хочется я вам как-то показывала ноябрьский сад видите уже засыхают у меня розочки маленькие хотя большие еще цветут во все маленькие уже засыхают и вот эти вот цветочки видите на земле которые стоят не купила свекровь в подарок вот эти вот я посажу наверно на клумбу а цикламены точно пойдут в горшке перед домом это я точно знаю вот сюда вот пойдут те которые я хочу посадить на клумбу сейчас вам покажу где потому что у меня тут похожие сидят вот эти вот розовенькие по моему это точно такие как мне свекров купила красненькие и тут у меня несколько кустиков их видите я наверное между ними посажу красненькие наверное в нескольких местах вот так вот конечно надо заниматься садом кое-что еще цветет но много сорняков а я с вами прощаюсь спасибо за внимание и пока пока а и Редактор субтитров А.Семкин